Анатолий Орлов, работник выставочного центра, следит за порядком и технической безопасностью. Обрадовался, что в этом году на ярмарке можно пройти медицинское обследование. И в больницу ехать не надо. На момент осмотра артериальное давление у него хорошее. А вот по поводу того, что он сказал, бывают аритмии, у него экстрасистолы, даны необходимые рекомендации. С каждым годом выставка ярмарка под святым амофором при Святой Богородице расширяет географию участников. Ярослав Ильчук приехал из Свято-Успенской Почаевской лавры. Привез цельбоносную стопу Царицы Небесной. В 1240 году было явление Почаевской Богородицы в Огненном столбе. Вот она явилась и оставилась свой след правой ножкой. И на том месте уже построена Почаевская лавра. Теперь в Почаеве везде можно купить стопочки Богородицы. Такие сувениры делают в украинских монастырях несколько веков. Куряне тоже смогли приобрести святыню. В этом году ярмарка пестрила народными ремеслами и конописью, кулинарными изысками и, конечно же, урожаем 2018 года. Посмотрите, какие прекрасные яблоки, которые пролежат всю зиму и еще до лета вы сможете их покушать. Прекрасный лук, прекрасный сортовой картофель и даже молочко у нас есть. Несмотря на то, что сейчас везде коров мало, но у нас живут трудолюбивые люди, которые держат коров. По цветым мамофорам запланированы не только выставки, но и встречи со священниками, концерты и творческие встречи. Екатерина Худякова, Антон Суженко, телеканал СИИМ.